Всем привет! Данное видео будет на тему того, кому отменят выплаты ВПО и как этого можно избежать. В этом видео вы узнаете, кому могут отменить выплаты ВПО и за что. Что делать, чтобы сохранить выплаты ВПО в случае проверки. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Кому могут отменить выплаты ВПО и за что? Напомню, что сейчас выплаты переселенцам составляют 2000 гривен в месяц на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен в месяц на ребенка или инвалида. Также тот, кто приютил у себя данного переселенца, имеет право на компенсацию коммунальных услуг за его размещение. Раньше ее размер составлял 450 гривен в месяц, а с 1 октября будет составлять 900 гривен в месяц за одного переселенца. В итоге возникло много тех, кто просто так зарегистрировался у знакомого, как ВПО, но реально никуда не переселялся. Или те, кто уже вернулся на свое прежнее место проживания, но, как это положено по закону, в течение 10 дней не уведомил органы местной власти о том, что больше внутренним перемещенным лицом не является. Людей тоже можно понять на самом деле. Они хотят больше выплат и как-то пережить данное военное время для всех очень непростое. Однако для государства это лишние расходы и нецелевое использование бюджетных средств. И недавно был озвучен механизм, как будут проверять так называемых внутренне перемещенных лиц и в случае выявления, что переселенец по заявленному месту регистрации не проживает, лишать выплат. Территориальные органы нацсоцслужбы будут проводить выборочные проверки, приезжать по заявленному месту проживания внутренне перемещенного лица и проверять, находится ли он там, и составлять акт соответствующей формы о данном выезде. В случае, если внутренне перемещенное лицо не будет обнаружено на месте, ему будет оставлено уведомление о том, что он обязан явиться в течение 10 дней для личной идентификации, то есть прийти, показать свой паспорт и подтвердить, что он действительно проживает по заявленному месту. И если переселенец в течение 10 дней этого не сделает, выплаты будут отменены. И выплаты ВПО, и компенсация коммунальных услуг тому, кто его разместил. Дорогие слушатели, а к кому-то из вас, или, может быть, к вашим знакомым или родственникам, уже приходили с подобными проверками? Чем все закончилось? Что делать, чтобы сохранить выплаты внутренне перемещенным лицам в случае проверки? Даже если случилась ситуация, что к вам пришли с проверкой, чтобы выяснить, проживаете ли вы по заявленному месту регистрации, как ВПЛ, и вас на месте не оказалось, все еще можно исправить. Паниковать не стоит. Просто или сами проверяйте почту по заявленному вами месту регистрации, как внутренне перемещенного лица, или поручите это кому-то из тех, кому вы доверяете. И немедленно, в течение 10 дней после получения уведомления, явитесь в органы местной власти по месту вашей регистрации, как внутренне перемещенного лица, для идентификации с паспортом. Если вы это сделаете, дальнейших вопросов не должно быть. Ну, а если вы по какой-то причине 10-дневный срок просрочили, то являйтесь срочно в тот срок, когда узнали о проверке, и выясняйте, что нужно сделать, чтобы восстановить выплаты. Поясняйте, что вы были на работе, в командировке или где вы были. В этом видео я рассказала, кому отменят выплаты ВПО и как этого можно избежать. Также на данном канале есть множество видео о том, кто и на какие выплаты имеет право, и обзоры выплат многих других благотворительных фондов, с которыми вы можете ознакомиться. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко.